Я вам должен сказать, что если раньше я ничего не понимал, то теперь я не понимаю еще больше. Правда. Вот я даже не понимаю, что означает СНГ. Содружество незамесило государство? Не понимаю. Если государство уже государство, оно так и так независимое. Это же тавтология, как глупый дурак. Как будто есть умные где-то. Смотрите, даже на телевидении дикторы и то сейчас как говорят. Не говорят СНГ, а говорят бывший Советский Союз или на территории бывшего Советского Союза. Правильно? Так и надо было назвать. БСССР. И дальше так же по формуле. БСоветский народ. Точно. Правильно? Б-правительство. Б-президент. Еще нормальный. Вы неправильно поняли меня сейчас. А я правда много не понимаю. Я не понимаю, как вот перед телевидением эти рожи выходят на демонстрации, кричат. Давай нам Сталин. Идеальный руководитель для нас один Сталин. Не понимаю. Был идеальный руководитель для нашего народа. Брежнев. Заллыбались некоторые сразу. Я понимаю, почему вы залыбались. Потому что никто из вас не отказался бы денька три сейчас пожить в застое. Конечно, вон говорят. Еще бы. Идеальный руководитель для нашего народа один. Брежнев. Сам пил, другим давал. Попробовал бы Горбачев прийти к нему с проектом антиалкогольного указа. Знаете, что было? Они вдвоем так напились за этот указ, что Горбачев вообще забыл, что он приходил. Он бы похмелялся всю жизнь после этого. Кому это время мешало? Я не понимаю. Праздники ведь были сплошные. Смотрите, 7 ноября, 8 марта, 1 мая. Да не важно, чему они были посвящены. Праздник, главное, по новому стилю, по старому стилю. Радостные на демонстрации ходили. Я на демонстрации всегда радостный ходил. У меня в одном кармане бутылка водки с шариком, привязанным за горлышко. В другом кармане сырок, плавленный за 14 копеек. За 14 копеек сырок дружба. После подорожания 14 стоил. Трагедия у народа была. Настроение зато какое хорошее было. Какое чудное время было. Прибалты тогда еще не знали, что русских не набитят. Им еще не сказали об этом тогда. Конечно, я понимаю, раздражали плакаты. Но, во-первых, они только умных раздражали. То есть практически никого. Хотя я так считаю, все-таки плакаты раздражали дураков. Умный умел читать плакат. Ведь дурак как читал? Партия-совесть, честь, ум, нашей эпохи. Дурак как читал? Партия-совесть, честь, ум, нашей эпохи. Раздражался. А умный как читал? Партия минус совесть, честь, ум, нашей эпохи. И понимал, правильно написано. Я не понимаю, кто назвал этот период периодом застоя. Я не понимаю, если то был период застоя, то сейчас у нас что? Период отека? Я этих слов не понимаю. Я раньше не понимал наше правительство, прошлое, они новые слова все время придумали, чтобы головы людям дурить. И эти то же самое. Коммерциализация, новация, приватизация, либерализация, ваучер. О, придумали. Новая песня сейчас будет популярна, подмосковные ваучера. Раньше нормальное слово было спекуляция, теперь маркетинг. Я не понимаю этих слов. Популизм. Не понимаю. Популизм это лизание. Я этих слов не понимаю. Это же оскорбление. Ты популист. Иди занимайся своим делом. Депутатов вообще понять невозможно. Один говорит, в нашей свободной зоне вводится чрезвычайное экономическое положение. Я не понимаю, что означает чрезвычайное экономическое положение. Я понимаю так, что в переводе с депутатского на русский это, видимо, означает жрать нечего. Вот так и говори. Жрать нечего в нашей зоне. Потому что я не понимаю, что значит свободная зона. Я не понимаю, как зона может быть свободной. Я вообще не понимаю. Наши руководители научатся когда-нибудь говорить так, чтобы мы их понимали. Гайдара три раза спрашивали, будет денежная реформа или нет. Ответь, да или нет. Такие слова есть. Да, нет. Нет, он каждый раз причмокивает. Вот так вот. Кстати, не понимаю, что он причмокивает. Тоже, что ли, есть хочет. Совершенно не понимаю. Три раза. Ответь, да или нет. Будет или не будет. Три раза он отвечал. Денежно-товарная масса должна быть адекватна потребительской корзине. Через год-два будем жить лучше. Я не понимаю, они отсюда взяли эту цифру год-два. У меня такое ощущение, что как только кто-то въезжает в Кремль, он сразу мечтателем становится. Смотрите, Ленин первым въехал. А как размечтался сразу? Светлое будущее всех ждет, но он умный человек, но он сроки не определял. Он понимал, что не доживет до этого времени и ему не придется отвечать перед людьми. Сталин еще умнее казался. Он просто приказал. Будет светлое будущее. Вот так. А спроси, когда посажу? У Хрущева уже крыша поехала. Все. Говорит, через 20 лет коммунизм. Все. Вот ровно 20 лет проходит, с утра коммунизм. Все. У Горбачева, чего не спроси, все равно ничего понять невозможно. Он на любой вопрос вам ответит. Мы уже работаем над постановлением по углублению расширения конструктивных мер, принятых в результате консолидации. Вы правильно меня поняли. Я уцелом. Как в Кремль въезжает, вот, заметьте, понять никого невозможно. В Кремле есть зараза. Наши депутаты первый день на съезд приехали, уже никого понять невозможно. А один говорит, у меня есть мысль, я буду ее думать. Ага, мысль у него есть. Лба нет, а мысль есть. Одна челюсть вот такая, думать он будет. Я даже нашего председателя и то теперь не понимаю, спикера. Не понимаю, недавно говорит, это проблема, гроша выеденного не стоит. Гроша выеденного. Я не понимаю, что он не добавил, и Цоломонова. Да я даже не понимаю, как его звать толком. Один говорит, Имрам Абрамович. Второй говорит, Абрам Иванович. Я этого Абрама Абрамовича не понимаю. Я этого Абрама Абрамовича не понимаю. Особенно, когда он извиняется. Он говорит, да, я их назвал червяками, это моя профессорская привычка. Если они этого по своей тупости не поняли, я могу перед ними извиниться, перед этими червяками. Я ни слов их, ни дел не понимаю. Я не знаю, вы понимаете или нет, как Украина заплатила Канаде 60 миллионов долларов, чтобы они им напечатали 20 миллионов купонов. Но главное, в отличие от вас, я понял. Понял. Не обижайтесь, но я понял главное. Я понял, почему съезды всегда проходят весной и осенью. Заметили? Весна-осень съезд. В энциклопедии написано медицинское. Весной и осенью у шизофреников обостряется активность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова